Добрый день, дорогие друзья! С вами Книжный Бум и я его ведущая Татьяна Соловьева. Вот и наступил ноябрь, совсем скоро зима, но сегодня мы поговорим о пяти романах. Романах, где будущее встречается с прошлым. Итак, начнем. А начнем мы сегодня с книги издательства Компас Гид «На службе у ее величества смерти». Представьте себе Лондон викторианской эпохи. Это 1887 год. Главная героиня Элизабет она талантлива, она пишет, но, к сожалению, в те времена она не могла сделать это своей профессией. Ей приходится писать от чужого имени, от мужского имени и отдавать гонорар этому человеку. И все бы вроде бы ничего, но вдруг она умирает. Казалось бы, конец романа. Но нет, это только начало. Она встречается с Хароном и попадает на службу к ее величеству смерти. Интригующе, не правда ли? Как и зачем и и что будет расследовать Элизабет, вы узнаете на страницах этого романа. Следующая книга, которую я хочу порекомендовать вам в этом месяце, называется «Кот Роза» издательства Фантом Пресс. Я очень люблю этого автора. Она фантастически описывает исторические события. Это настоящий исторический детектив. Здесь все тоже начинается со слов, а точнее с шифра. Это подлинная история, история, которая рассказывает нам о шифровальщицах времена Второй мировой войны. Три главных героини. Парадоксально, хотя на самом деле не парадоксально, но любопытно, что прообразы этих героинь существовали. Одна из них яркая, интересная, эффектная девушка, которая встречается с принцем Филиппом. Другая скромная, тихая, совсем незаметная. Третья семейная, точнее та, кто ищет семью. Как они подружились и почему, будет понятно на страницах романа, но это не главное. Главное, что они делают, над чем они работают, кому они помогают. А еще важнее найти шпиона. Можешь ли ты доверять своим друзьям? Это и многое другое на страницах романа. Говоря о письмах, хочется отдельно отметить роман Алексея Фрэнкеля, эпоха которого не было, «Белая книга». Этот роман будет издан в трех томах. «Белая книга», «Черная книга» и «Красная книга». И, как обещает нам Репо Классик, все три романа мы увидим в марте. Но сейчас поговорим о «Белой книге». Что же такого удивительного создал Алексей? Помимо того, что он сценарист, и это ощущается по роману, все начинается здесь с писем. Мне хочется отдельно отметить иллюстрации, которыми наполнена книга, и QR-коды. Если подвести свой телефон в QR-код, то ты выйдешь на сайт и увидишь, как известный актер читает фрагмент этого романа, по сути своей моноспектакль. О чем же книга? Представьте себе, что в Иерусалиме есть специальная почта, куда люди присылают письма на имя Бога. Есть человек, который отвечает, точнее не отвечает, а распределяет эти письма. А если вдруг он бы вскрыл и ответил, что произойдет? Но книга не об этом, точнее не только об этом. Это книга воспоминаний, это книга впечатлений, это книга эмоций, это книга о любви, о любви к Даше в том числе. Здесь очень много музыки, причем хорошей, качественной музыки. И специально издательство сделало плейлист для нас, чтобы мы могли насладиться музыкой, читая роман. Я рекомендую. Продолжая тему режиссеров и сценаристов, я хочу остановить ваше внимание на книге «Доказательства человека». Это Арсений Гончугов. Он мастер короткометражного кино. Как скромно говорит он о себе, я гений. Ну, насколько он гениален, мне сложно судить, я не специалист в кино. Но книга его достаточно любопытна. Она состоит из 17 рассказов, 17 новелл о будущем, где искусственный интеллект и человек тесно связаны друг с другом. Что важнее? Счастье, мозг, развитие, технологии. Что такое цифровой человек? И обретет ли он счастье в новом мире? Я бы не назвала это романом. Я все-таки назову это сборником рассказов о будущем. Будет ли оно счастливым или печальным, вы узнаете, прочитав. А закончить сегодняшний выпуск я хочу романом французского автора Сильвен Форш «Спаси ее». Мы только что с вами говорили об искусственном интеллекте. Но мы говорили о будущем. А этот роман о настоящем. Нужно отметить, что автор романа является большим специалистом в кибербезопасности. Так вот, о чем же книга? Скромный страховой агент собирается жениться. И все у него замечательно. И вдруг ему приходит сообщение из прошлого. От бывшей возлюбленной. Она слезно просит его помочь. Помочь найти дочь. Отказать было бы странно. Но тут почему-то она не хочет с ним встречаться. Эта книга отдельно была номинирована и получила множество призов во Франции. Она отличается динамикой. Динамикой и нестандартным сюжетом. Помогает ли искусственный интеллект в жизни? Или может навредить? На этот вопрос ответит автор на страницах романа. С вами был Книжный Бум и я его ведущая Татьяна Соловьева. Эти пять книг я рекомендую вам к прочтению в ноябре. Желаю вам разных историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова